Если ты служишь близким людям, они тебе очень благодарны в сердце. В этом нет никаких проблем. Вот попытайтесь понять такую вещь. Почему люди ругаются между собой? Вот вы видели такое хоть раз, что один человек говорит, «Слушай, я хочу все сделать так, как тебе надо, чтобы ты был счастлив». И начинается рубль. «Я не хочу быть счастлива! Не забудьте обо мне! Не укаживай за мной! Не люби меня!» Слышали такую рубль или нет? Ни таких рубль не так не бывает. Никто не против. Если хочешь обо мне позаботиться, я не пробую. Если хочешь мне улыбнуться, пожалуйста. Но почему люди ругаются? Они ругаются только по одной причине, что они путают местами любовь и привязанность. Любовь не вызывает конфликтов. Если ты хочешь заботиться, служить, прощать, просить прощения, нет проблем. Никто не будет против. Но если ты хочешь тянуть от человека что-то, вот почему ты мне не улыбнулся вчера? Это любовь уже пошла или нет? Нет. Это уже называется привязанность. Она вызывает конфликты. Люди ругаются, ругаются. Почему они ругаются? Потому что они хотят удовлетворения своей привязанности. Они требуют от человека любви. А любовь, ее невозможно требовать. Потому что это Бог из сердца вдохновляет близкого человека тебя любить. Если он не вдохновляет, то тебя не любят. Вот почему девушки красивые, симпатичные? Чего вы кричили? А улетают. Ой, да мы что-то не такие. Сейчас убедим. Потому что так Бог хочет. Когда девушке нужно создать семью, урожать детей, Бог наделяет ей энергией красоты. Это и от Бога идет, от сверхдуши. Это сила сверхдуши. Свердуша дает женщине красоту. Также мужчине разум сверхдуша дает. Тоже по этой причине. И когда человек живет по законам Бога, он получает и красоту, и разум от Бога. Все получает, все необходимое для счастливой жизни. Стресс возникает в результате того, что человек теряет свою жизнь иную нить. В тот момент, когда я скажу что-то важное, у вас будет сразу предупреждение. Мобильный телефон за злой. Но если чикнуть хочется, можно как-то... Мобильный телефон уже не было, как бы он... Ко мне пишет. И все, и все. И что не сделаешь с этим? Повторяю. Прост возникает в результате того, что человек теряет свою жизненную нить. У нас есть жизненная нить. И история, от чего мы живем. Когда человек это теряет, поступает стресс. Стресс — это страстная штука. Когда я вам сейчас расскажу до конца, что такое стресс, вы будете сильно удивлены. Человек в стрессе может жить год, два, три. И оно разрушает и здоровье, и психику, и возможности жить самим. Стресс разрушает все в человеке. Почему? Потому что энергия счастья не поступает, жизнь разрушается все. Идет в упадок. Это особый вид испытаний, при котором сверхдуша не посылает свою привычную дозу счастья. Вот каждый день человек чувствует, вот у тебя все хорошо, да, у меня все хорошо, и у меня все хорошо, но все хорошо. Когда человеку сверхдуша получает, когда подает привычную дозу счастья, то он чувствует, что все хорошо. Ему даже засыпают, а у меня все хорошо. Заснул. Почему? Потому что все хорошо. И он спит хорошо, и просыпается хорошо, у него все хорошо. Привычная доза счастья. Но если человек должен поменять свою жизнь, ему надо новую цель жизни выбрать, а старая разрушена, тогда привычная доза счастья не получается, то есть сразу не получает цель, цель разрушена, близкий человек ушел из жизни из моей, он бросил меня, дети мне не звонят, я ради детей их жила, всю жизнь они мне не звонят, вот, и зачем тогда вообще жить? Нет смысла жить. То есть человек выбрал цель жизни неправильно, она потом его предала, это неправильная цель жизни, потому что кроме Бога все остальные не могут нас всю жизнь не обеспечивать счастье. Бывают плохие периметры у человека в жизни, человек может вообще из жизни уйти неожиданно. И у нас нет гарантии ни от людей, ни от этого мира. Сейчас в этом мире происходят страшные вещи, так действует время. Я это чувствовал еще за 10-15 лет, что именно вот в это время, начиная с 2014 года, начнется в мире поляризация сил, то есть начнутся между странами непонимание, вражда, и вот это вот нагнетание, страха, жестокости, злобы, ненависти начнет увеличиваться в мире. И так будет длиться еще 3 года, только в 2018 году станет полегче, становиться ничем. Мы можем это планировать, нет? Нет. Так действует время, мы ничего с этим не можем сделать. Иногда время мира, а иногда, а иногда время конфронтации сил, начинают разные силы друг против друга противостоять. Страшное время для жизни людей наступать. Никому это не надо, но так действует время. для того, чтобы поменять ситуацию во время стресса, когда человек не может найти цель жизни, когда ему полка, он чувствует, что жизнь потеряна, он не знает, зачем жить больше, у него нет смысла жить. Для этого недостаточно консультации психолога, человек должен осознать, что ли, что-то более высокое в жизни, чтобы жизнь вернулась на прежний раз вклад. Он должен встать на следующую ступеньку судьбы. Вот, допустим, давайте транзируем просто нашу практическую какую-то жизненную ситуацию. Ну вот, допустим, кого из вас бросил кто-то человек близкий. Есть такие люди? Вот взял и ушел от вас, просто бросил. Есть такие? Ну, допустим, вас, да, бросил. Вы заметили такую вещь, что просто найти себе другого человека недостаточно в жизни. Ну, вот, допустим, ты находишь другого, а счастье не прибавляется. Вроде бы, есть человек уже, ты живешь с другим человеком, но все равно чего-то не хватает. Есть такое или я придумал? Есть. Почему так? Я считаю, что такая привязанность с вами вспомнил, потому что вы уже про это говорили сейчас, что это неправильный объект был выбран. потому что просто тем, что мы вернем себе прежнюю жизнь, мы не сможем для него выйти из стресса. Стресс предназначен для переосознания, для того, чтобы ваша жизнь на другой уровень вышла. Стресс делается сверхдушой для того, чтобы мы развивались. Это особый вид испытания для души в жизни, который может длиться достаточно долго, но как только вы поменяете объект своего счастья, как только вы поймете по-настоящему, кто является главной целью жизни, в этот момент вы будете радостны. Вы не сможете перепечалиться, как раньше. У вас будет сердце наполнено силой, радостью. А как это делать? Я вот не понимаю, что вот так, у меня сердце говорит о том, главное это Бог, это жизнь Бог будет. Вы узнаете об этом на этом семинаре. Я не смогу сейчас вам об этом сказать. Это надо объяснять серьезно. На это целую лекцию надо выделить. Но я запомнил ваш вопрос. Мы предъявляемся к нему назад. Чего распознать? Чего распознать? Да? Мы сейчас будем изучать, что такое стресс. Но мы пока еще до этого не дошли. Мы завтра будем стадии стресса описывать. Но сейчас мы с вами больше будем говорить о причинах стресса. Есть все причины стресса связаны с незнанием. С отсутствием знания о душе, о жизни, о смысле жизни. Приведу разные примеры стресса, примитивные такие, но разные примеры стресса, которые, состояние стресса возникает от разных причин. И все эти причины связаны с незнанием. о своей природе. Вот допустим, я думаю, многим знакома ситуация, когда в юности 15-16 лет мальчики начинают очень сильно заниматься гирями, ну, качаться тело, пытаться сделать крепким, сильным телом. И если, допустим, тело не такое крепкое получается, как у Васи, друга, то тогда возникает стресс. Этот стресс может иметь не обязательно такую очень глубокую природу, а может иметь и очень глубокую, в зависимости от того, насколько ты поставил это цель в своей жизни. вы, знаете, что некоторые девочки в юности перестают кушать. Они хотят, чтобы тело было стройным, и они боятся даже чуть-чуть съесть из-за этого. Знакомы ситуации в ней. Или, допустим, нос неправильный, нос не такой, как надо, или губы. И девочка страдает очень сильно, она плачет, ей не нравятся, какие ей болтал. Называется йога-смен. А это есть такая подставка, йога-смен. Нет? Это что? есть такое как бы видео. Видели, да? По электричке, да? А? Это понятно, сейчас вам видео покажу. Я уже снять. Человек просто всю жизнь занимается вот это. Это актер, конечно, сыграл, но вообще как бы это жизнь, это йога-смеха. Когда человек очень смеется хорошо, это же тоже свет душа дает смех. И когда человек хорошо смеется, то всех повышается настроение. не хочет. Оп, я открылся, где я видел. Я только Я просто не вижу. А где? А, вот. Сейчас смотри, что будет. Спасибо. 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 Громкое психическое тело движется к трудностям, а грубое тело же движется к старости. Чем дальше человек живет, тем больше экзаменов дает судьба, и поэтому нужно больше связывать свою жизнь с источником счастья, с источником света для того, чтобы эти экзамены удерживать. Чем старше человек, тем он должен быть мудрее, тем ближе к Богу. Если человек в возрасте ближе к Богу, он становится красивым. Есть три типа красоты в этом мире. Один тип красоты идет от детей, второй тип красоты от женщин, и третий от мудрых людей. Понимаете, то есть красота означает наполненность Бога. Ребенок почему красивый? Потому что Бог хочет, чтобы его защищали взрослые, чтобы о нем думали, заботились, любили его. Поэтому Бог наполняет красотой ребенка. Но если говорить обо мне, о душе, то душа тоже похожа на ребенка. Знаете, душа, она я. То есть она имеет качество, похожее на ребенка. Потому что когда ребенок рождается, из его психики не выходит практически ничего, кроме энергии души. И мать, которая видит глаза своего ребенка, глубоко чувствует его, она чувствует его как душу. И это чувство запоминает на всю жизнь. Почему мать любит своего ребенка, кем бы он ни был, там бандитов, не бандитов. Она видит в нем душу. Она чувствует его как душу, и поэтому она всегда думает о нем правильно. Мы все должны увидеть душу друг в друге. И тогда мы сможем правильно жить в этом мире. Итак, первая концепция, которая вызывает стресс, это телепсная концепция жизни. Сознание все пронизывает тело. Сознание все пронизывает тело. И так как мы хотим эксплуатировать этот мир, у нас в основном работает ложное эго. Не истинное эго, а ложное эго. В результате вместе с сознанием в тело также входит ложное эго. Ложное эго – это такая штука, которая очень сильно портит жизнь. Вот, допустим, как ложное эго влияет на лицо? Если девушка постоянно думает о своем лице, то туда входит очень много сознания. Вместе с сознанием туда входит ложное эго. Ложное эго означает повышается чувствительность кожи. То есть она начинает мазать кремами кожу. Вот. Кожа еще более чувствительной становится. Она уже эти крема обычно перестает переносить. И кожа в результате становится больной. То есть она погревается сыпью. И кожные болезни какие-то возникают. Причина этой болезни заключается в том, что слишком много энергии идет в кожу. Почему туда идет энергия? Потому что человек считает это главным смыслом своей жизни. Он слишком много внешней энергии туда отдает. Ну, то есть, когда мы тело начинаем считать смыслом своей жизни, оно наполняется эгоизмом. И эгоизм приносит боль человеку. Есть телесная боль, слишком много эгоизма в теле, и тело становится чувствительным. Слишком много эгоизма в психической энергии становится чувствительным. Слишком много в чувствах эгоизма становится чувствительным. Слишком много эгоизма в уме становится чувствительным. Слишком много эгоизма в разуме становится чувствительным. Там, где эгоизм, там и боль. Продолжение следует...